меня зовут алексей ежиков все жду сообщения что не слышно я вот вижу да мне печатают что вроде бы все в порядке все отлично супер меня зовут алексей ежиков я руковожу секции коучинга ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии в канале которой вы все сейчас находитесь собственно я преподаю в мире кпт преподаю точнее веду тренинги техника навыков разных и для психологов и для коучей кроме этого выступаю автором курса системный когнитивно-поведенческий коучинг о котором я вам сегодня немножко расскажу расскажу о самой этой модальности и методологии что еще нам нужно сказать о себе я кроме того что с 2020 года занимаюсь в кпп развитием когнитивно-поведенческого коучинга и evidence-based коучинга последнее время с коллегами научно обоснованного коучинга да еще можно так назвать кроме этого с этого года я являюсь членом правления еще ассоциации русскоязычных коучей которые объединяет именно профессиональных коучей на русскоязычном пространстве кроме этого и аккредитованный супервизор как в кпп так и в арке в общем довольно много я чем занимаюсь в этой области и кроме этого я практикующий коуч для владельцев бизнеса руководителей высшего звена и психолог работаю с ними членами их семей то есть я здесь выступающие как практик имеющие активно достаточно практику так вот будем переходить к сегодняшней теме если вам нужно что-то еще про меня узнать вы можете легко набрать моими фамилию в поисковике перейти на сайт и там не узнать то что хотелось узнать дополнительно кроме этого наверное важно сказать начале да пока мы тоже собираемся что довольно много материалов и ссылки на них были в публикациях в канале ассоциации довольно много материалов есть на youtube канале ассоциации там есть плейлист по коучингу в частности там были отдельные ссылки в постах на видеозаписи знакомства с системным когнитивно-поведенческим коучингом на еще дополнительные материалы то есть некоторое мнение вы сможете еще составить по дополнительным материалам если сегодня то что я буду рассказывать вас заинтересует наконец если вы хотите задать мне вопрос пожалуйста пишите мне вопросы вот там последний пост сейчас в этом канале где вы смотрите этот эфир там написано да уже через 10 минут начнется прямой эфир и там есть комментарии вот пожалуйста в комментарии адресуйте свои вопросы не стесняйтесь делать это прям по ходу нашего с вами общения и взаимодействия сегодня мне бы хотелось немножко рассказать о коучинге вообще о когнитивно-поведенческом коучинге в частности и о системном когнитивно-поведенческом коучинге в еще большей частности а кроме этого рассказать о курсе который мы вместе с соавтором курса и преподавателем елены вадимом и ханиной стартуем уже 6 марта уже осталось не так много времени если есть что то что еще добавить в поездку пишите в комментарии временно вопрос у нас обязательно останется мы с вами где-то 50-час максимум пообщаемся здесь итак поехали давайте начнем с темы собственно коучинг наверняка здесь довольно много психологов я вижу по вашим подписям да здесь есть коучи психологи разные специалисты я даже сейчас давайте посмотрю в чатик что вы здесь пишите психологи психологи практические психологи кпт психологи коуч класс в общем довольно разный довольно разный состав участников и это прекрасно то есть кто-то из вас уже знаком с коучингом и даже с когнитивно-поведенческим коучингом кто-то не очень я все-таки начну с общих вещей и скажу сначала пару слов о коучинге вообще как о совокупности или наборе или семействе модальности да кто-то из вас слышал слово коучинг кто-то возможно думает что это что-то такое из информационного бизнеса что коуч от что-то советуют своим клиентам или там дают им какие-то знания возможно да то есть довольно часто есть вот такие не вполне ясное понимание о чем вообще мы говорим со словом коучинг здесь есть некие трудности с его определением потому что в литературе только по нашим оценкам их меньше 150 разных определений которые указывают на совершенно разные аспекты того чем коучинг является если пытаться собрать из этого в кучу какое-то определение то можно говорить о том что это некая форма диалога некая форма коммуникации до взаимодействия хотя обязательно диалог речевой потому что существуют и некие виды телесного коучинга так как телесной терапии в общем так или иначе это коммуникации это взаимодействие двух или более людей если это взаимодействие специалисты и клиента то это индивидуальный коучинг а иногда бывает такое что специалист одновременно взаимодействует с несколькими участниками которые также взаимодействуют друг с другом это тогда называется групповой коучинг то есть есть здесь разные форматы еще существует командный но мы сейчас на этом не будем останавливаться вот коучинг это некий такой формат коммуникации который помогает человеку если можно так выразиться мы сейчас немножко об этом поговорим в условный такой состоянии условной нормы психологической проходить через позитивные изменения то есть в целом коучинг как исторически сложившаяся форма взаимодействия людей развивающего взаимодействия людей сформировалась для того чтобы человек мог проходить какие-то важные для себя изменения это могут быть изменения в поведении я хочу освоить какой-то новый способ например управления людьми или я хочу освоить какой-то новый способ не знаю общения с людьми в моем локальном сообществе я хочу там одна из таких ног до коучинга она находится в спорте один из больших корней и коучинг очень активно использовался в спорте для развития более высоких достижений в частности в гольфе и в большом теннисе что я имею ввиду когда говорю об условном состоянии нормы ну если мы смотрим на человека через такой медикалистский через медицинский дискурс извините мне это выражение мы можем говорить о том что здоровых людей нет есть только недообследование да там кого угодно поковыряй сможешь найти там какое-нибудь дезадаптивное или дисфункциональное убеждение как когнитивно-поведенческие специалисты можем в этом говорить но начиная еще с гуманистической сенсуальной психологии психотерапии и если мы посмотрим вот на очередной разворот классической когнитивно-поведенческой психотерапии до созданием третьего учебника третьего издания учебника джутбек последнего который вышел 2020 до 21 году то мы видим разворот к теме опоры на ресурсы на ценности на такое адаптивная устойчивая реализацию своих собственных потребностей я надеюсь что вы тоже следите за новостями ассоциации знаете развивающейся в рамках ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии подхода который называется терапия ориентированной на потребности то есть можно говорить о том что мы видим и в классической такой психотерапии когнитивно-поведенческой разворот к позитивным изменениям человека и к тому чтобы он преследовал каких-то ценных для него результатов в течение например следующей недели после сессии даже в случае клинических больных да то есть людей которые находятся в клинической депрессии или находятся в стационаре и тогда возникает вопрос ну а какой условной норме мы говорим эти границы в целом довольно размыты и размытости границ между коучингом и психологическим консультированием можно тоже рассказывать отдельный отдельную лекцию и на самом деле это будет наших уроках на курсе системного когнитивно-поведенческого коучинг эти границы опять же в разных модальностях проводят по-разному но мы можем говорить наверное о том что у нас есть способы измерять в каком состоянии дистресс прямо сейчас находится клиент находится ли у него является ли он сейчас прямо в рецидиве того или иного расстройства и в зависимости от этого мы все таки можем понимать те или иные вмешательства предполагают возможность применения коучинговой модальности или нет на самом деле об этом тоже мы уже говорили довольно много и обстоятельно на эту тему в канале а кпп опять же вы можете посмотреть том числе и мои выступления на эту тему в том числе на прессе бить и форума когда мы обсуждали использование коучинга при стрессовых состояниях я рассказывал там о коучинговом триаже когда мы в когнитивно-поведенческом подходе можем брать человека в коучинг когда это скорее не рекомендуется делать потому что имеются риски но так или иначе да вот говоря о коучинге я надеюсь что удалось мне немножко донести смысл да я давайте резюмирую что определение коучинга в разных подходах коучингу есть огромное количество и в целом это все про некие цели ориентированные позитивные изменения человека которые производятся в рамках некого взаимодействия с коучем или с группой других людей то есть важный момент на который она не указал но который важен в этих определениях это некая цели ориентированность хотя существуют такие подходы в коучинге где и цели ориентированность тоже не заявляется как нечто важное да то есть когда мы рассматриваем какие-то подходы которые существуют в рынке например трансформационного коучинга то человек не знает в какую личность он превратится когда станет более цельным да или изменится но тем не менее преследует эти интересы или эти цели коллеги я время от времени вижу что вы поднимаете руки иногда это может быть ошибка но если вы хотите задать вопрос потому что вы услышали пожалуйста пишите в комментарии к последней записи вот в канале ассоциации с объявлением через 10 минут начинается прямой эфир я вижу канал я смогу это прочитать так вот что еще важно знать о коучинге что коучинг сам по себе не является такой единой модальностью коучингов есть много поэтому правильно говорить не о коучинге коучингах и существует довольно много школ которые восходят к тем или иным отцам или матерям основателям да например есть коучинговый подход условно скажем маршалла голдсмита есть коучинговый подход института эриксона и соответственно мэрлин аткинсон которая восходит к эриксеновской школе и целый ряд огромное количество разнообразных школ коучинг они обычно базируются на личном опыте или некой методологии разработаны основателем этой школы кроме этого существует опять же целый набор разных коучингов которые все-таки согласованы с определенной психологической психотерапевтической модальностью что это значит вообще если мы говорим о каком-либо ответвлении ли о каком-либо подходе в психотерапии мы предполагаем что в нем скорее всего есть какая-то модель личности человека то есть если терапия занимается нарушениями благополучия и здорового состояния человека то допустим психодинамическая психотерапия на гештальтерапия гуманистическая экзистенциальная терапия когнитивно-поведенческая терапия как мы знаем да классическая и вот ориентированная на восстановление или разные подходы в терапии третьей волны акт mindfulness-based си в ти до сфокусированное на сострадание и так далее целый ряд других модальности они по-разному описывают что из себя представляет человек что из себя представляет психика человека когнитивно-поведенческие подходы включая терапии третьей волны опираются на когнитивную модель когнитивная модель которая была предложена не знаю сформирована или правильно ли это назвать в общем популяризирована и внедрена бэком элисом и последовательными поэтому даже когда мы говорим о когнитивно-поведенческом коучинге нам приходится говорить о когнитивно-поведенческих коучингах что можем сказать о когнитивно-поведенческих коучингах что они во-первых базируются на когнитивной модели это как бы обязательное требование к тому чтобы коучинг можно было назвать когнитивно-поведенческим И второе – это некая согласованность с точки зрения общих принципов, которые мы можем прочитать, да, принципы когнитивно-поведенческой терапии, опять же, в учебнике Джузи Бек. Согласованность в плане принципов с тем или иным подходом. И поэтому у нас есть когнитивно-поведенческие коучинги, которые согласуются с принципами и подходом когнитивно-поведенческой терапии. А существует, например, коучинг принятия ответственности, который согласуется с ключевыми принципами и моделями терапии принятия ответственности. А существует рациональный и мотивный поведенческий коучинг, который основывается на ключевых подходах, моделях и принципах РЭПТ. И здесь мы видим, что, опять же, количество этих модальностей достаточно велико. Но мы понимаем, что поскольку они базируются на подтверждивших свою эффективность подходов к когнитивно-поведенческой терапии, то, вероятно, и сами эти коучинговые подходы тоже могут быть какими-то, как-то, могут быть полезными. То есть у нас есть некая такая презумпция подумать, что это может быть что-то полезное. И тогда, если мы переходим к когнитивно-поведенческим коучингам, то о чем мы можем говорить в контексте, опять же, определений. Снова, этих определений уже не 150, но их есть пара десятков, наверное. Ну или десяток основных, на которые ссылаются основные исследователи. Мы сейчас говорим не об определениях конкретных школ, возможно, а об определениях, которые мы наблюдаем в литературе, начиная с начала нулевых. Вообще, когнитивно-поведенческий коучинг начал развиваться, можно отчитывать, с 2001 года, с публикацией первой статьи, которая так и называется, Cognitive Behavioral Coaching Палмера и Нинана, соответственно, 2001 год. Дальше определения в литературе видоизменялись, дополнялись, но те определения, которые мы видим, они тоже связаны, во-первых, с целиориентированностью, потому что у нас и когнитивно-поведенческая терапия является целиориентированной. Она всегда направлена на достижение рецидива и формирование навыков, ой, прошу прощения, оговорился, достижение ремиссии и формирование навыков по противодействию рецидивам. Соответственно, коучинг предполагает разные виды коучинга, разные определения, все равно предполагают достижение некоторой цели или некоторого, в нашем случае, еще немножко об этом скажу про системный когнитивно-поведенческий коучинг, желаемого состояния, к которому человек, клиент хочет прийти, хочет какие-то позитивные изменения совершить с собой, которые являются для него ценными и важными, реализуют какие-то его потребности. И, соответственно, коучинг – это взаимодействие двух людей, из которых один человек, клиент, несет ответственность за свою собственную жизнь, а коуч несет ответственность за формирование и поддержание процесса, который будет поддерживать прогресс человека в рамках его поведенческих и когнитивных изменений. Тогда здесь, задавая вопрос, где мы здесь можем проводить границу между когнитивно-поведенческим уже коучингом и когнитивно-поведенческим, например, психологическим консультированием. Здесь у нас ответ чуть более ясный, но вместе с тем он все равно достаточно серая граница. Разные подходы и разные модальности отвечают на это по-разному. Есть два довольно больших исследования и статьи Татьяны Башкировой и Лейн Кокс. Первая была в году 2009, вторая где-то в 2013 или 2015. Я точно не помню, но в курсе, мы даем к этому отсылке. Мы везде опираемся, естественно, на имеющуюся литературу. И они, в общем, говорят о том, что провести эту границу очень трудно. Поэтому мы здесь можем говорить о неких предпочтениях, наверное, что точно относится куда. И которые мы можем по-разному все-таки сдвигаться, относительно которых влево или вправо в каких-то отдельных модальностях. То есть я думаю, что в рэпте, в системном когнитивно-поведенческом коучинге, в рэпт-коучинге, в коучинге принятия ответственности, эти границы могут плавать. Но можно говорить о том, что если у нашего с вами клиента прямо сейчас не находится в состоянии рецидива то или иное расстройство, то есть сейчас нет проявленных диагностических симптомов, либо человек находится в адаптированном состоянии. То есть он адаптирован к жизни. У человека может быть, я не знаю, например, пополярное эффективное расстройство, но при этом человек принимает фарму, работает, прошел два раза дебяти тренинг, работает с психологом, и он компенсирован, он адаптирован к жизни. Или она работает, строит отношения, то есть социально адаптирован. Тогда мы можем говорить в этой ситуации, можем говорить о некой условной норме. И эти люди, они тоже хотят позитивных изменений потом. Они хотят развить свою карьеру, они хотят сделать что-то ценное для себя и важное. И в этой ситуации, когда такие люди начинают работать с психологом по-прежнему, многим психологам бывает трудно опираться на ресурсы человека, опираться на его сильные стороны и помогать разбираться не с проблемами, не с детскими травмами, а преследовать цель позитивных изменений с опорой на имеющиеся у человека возможности. Помогать развивать сеть поддержки, хотя в психологии мы это делаем, конечно, в психологическом консультировании и в терапии, но в коучинге это более проявлено. То есть, казалось бы, вот такой сложный случай, но мы с ним, возможно, можем в коучинге работать. Какие здесь возможные виды критериев? Что человек в данный момент не находится, то есть у него не манифестирует расстройство, я уже об этом сказал. Второй момент, что человек не находится в сильном дистрессе, то есть он не испытывает дистресса выше легкого. То есть у человека могут быть проблемы на работе, у любого. И человек, любой, может находиться в состоянии дистресса. Это абсолютно нормальные жизненные обстоятельства и нормальная жизненная реакция человека, правильно? При этом человек может испытывать умеренный уровень дистресса и выше, а может находиться в легком дистрессе. Вот мы можем говорить о том, что умеренный уровень и выше – это красный флажок. Если легкий и ниже – это зелененький флажок. Дальше мы смотрим на тревожную и депрессивную симптоматику. Опять же, мы используем стандартные тесты или PHQ-9GD7, то, что мы используем в нашей клинической практике или в частной практике. И опять же, если мы видим, что уровень тревожности выше легкого или уровень депрессивной симптоматики выше легкого – это тоже красный флажочек. И дальше есть признаки того, с чем хочет поработать человек. Если это целиориентированный запрос, то есть конкретно, я хочу вырасти в компании, я хочу открыть свой бизнес, я хочу выйти в декрет, заняться воспитанием ребенка, и для меня это сложное решение. То здесь это скорее зеленый флажок, что мы скорее можем это брать как запрос в работу. Если это проблемно ориентированный запрос, то есть человек хочет прийти от некоего не очень, чуть-чуть не очень хорошего состояния в более хорошее. Это часто тоже бывает. Проблема, я не знаю, я беспокоюсь, чтобы начать, не знаю, ходить на собеседование, чтобы уйти из компании и устроиться в ту, где я смогу заработать больше денег. Проблема, да, я беспокоюсь. Я хочу, у меня пора публично выступать, или я хочу в Инстаграме вести блог, а я тревожусь, мне сложно начать. Как в таком случае мы с вами, как уже люди подготовленные в области психологического консультирования, можем решать этот вопрос? Мы задаем себе следующие вопросы. Тоже методику не я придумал, да, это у Инди Драйден, мы тоже о ней довольно обстоятельно рассказываем, мы можем ей пользоваться. Если проблема возникла более чем три месяца назад, или проявляется более чем в одной сфере жизни, или вызывает, опять же, да, уровень дистресса выше легкого, то это говорит нам о том, что, скорее всего, с этим человеком в этом состоянии, с этим запросом, имеет смысл начать работать в психологическом консультировании, чтобы, ну, имея компетенции психолога-консультанта, либо уже это может потребовать терапевтического вмешательства. Если проблема человека, с которым пришел в коучинг, существует только в одной сфере жизни, например, в работе, или только в семье, или только с друзьями, она появилась не так давно, и она вызывает не такую высокую степень дистресса, отсутствующий или легкий, то тогда мы можем работать с этим запросом в коучинге. Но, тем не менее, мы понимаем, что люди по-разному проживают свою жизнь, у них могут быть разные сложности, и люди могут манифестировать симптоматику тех или иных расстройств. У человека, который работал с коучингом, долгое время решал свои задачи, может быть депрессивный эпизод, и никто от этого не застрахован. Означает ли это, что мы не можем с ним работать больше в коучинге? На время манифестации расстройств, вероятнее всего, да. Но зато мы, в принципе, можем переконтрактоваться в работу психолога-консультанта. Это не очень хорошо, сразу скажу, или терапевт, это не очень хорошо. Лучше все-таки, если вы с человеком работаете в одной модальности, рекомендовать ему на время поработать с терапевтом, выйти из депрессивного эпизода и дальше вернуться к вам в работу. Но, тем не менее, опять же, жизнь бывает сложнее. Получается, что с одним человеком важно, мы можем работать так и с тем, в зависимости от того, какими компетенциями мы обладаем. То есть, если я понимаю, что моей подготовки, моих компетенций достаточно для того, чтобы работать с человеком в депрессивном эпизоде, при этом работать именно с депрессией, то тогда я могу сказать ему, слушай, вот сейчас тебе заниматься, включать свой перфекционизм и бежать достигать каких-то целей, наверное, опасно. Вот такие риски у тебя есть, того, что твоя депрессивная симптоматика еще больше ухудшится. Поэтому давай мы с тобой сейчас решим задачу выхода в ремиссию и после этого можно будет вернуться к коучинговым целям. Это возможный формат с четкой переконтрактацией и так далее, но возможный формат. То же самое, если вы как психолог работаете с клиентом, который пришел к вам с проблемой какой-то довольно серьезной психологической консультирования. Вы эту проблему решили, и человек дальше хочет улучшать свою жизнь. И у вас уже сложились хорошие отношения профессиональные. Человек уже не хочет от вас уходить. Тогда вы можете предложить этому человеку переконтрактоваться в коучинг и уже работать с ним в коучинге, если у вас есть коучинговые компетенции. И здесь мы касаемся того, что есть какие-то компетенции психолога-консультанта и какие-то компетенции коуча. И они разные. Вот это для многих может быть сюрпризом, но они действительно довольно сильно пересекаются друг с другом, да, как кружки на диаграмме вены. Не знаю, получилось ли у меня сделать кружки, но вот, в общем, такие пересекающиеся, да, или шарики, но они не совпадают. И в коучинге есть довольно много навыков и компетенций, которые психологам, во-первых, не тренировали целенаправленно, а во-вторых, как это ни странно, они могут быть для психологов полезны и в рамках их консультативной работы, а для терапевтов в работе терапевтической. Это умение задавать открытые вопросы, навыки активного слушания. Это полезно и в концептуализации кейса дальше, да, если вы будете работать как психолог-консультант. Это полезно и в сократическом диалоге, в таком сократическом исследовании того, что происходит, да. Вот этих навыков в коучинговых компетенциях включено довольно много. Это недирективное взаимодействие, когда вы позволяете клиенту самостоятельно брать на себя ответственность за те или иные принятые решения, когда вы уже, следуя современному, да, более подходу терапии, ориентированному восстановлению, помогаете человеку самостоятельно формировать повестку встречи, помогаете самостоятельно формировать план действий, не даете домашние задания, да, помогаете формировать план действий. Вот это все усиливается, когда вы осваиваете коучинговые компетенции. Наконец, компетенция коуч-позиции. Это отдельная история, я по ней провожу тренинги техники навыков, и в курсе мы тоже этого обстоятельно касаемся, именно тренировываем эту историю. Это такое особое внутреннее состояние специалиста, которое помогает ему не брать на себя ответственность за клиента и при этом не забирать ее, если клиент ее нам передает. Мы можем переключиться из вот этой позиции человека, находящегося на некой более высокой ступеньке с точки зрения иерархии этих терапевтических отношений, можем встать на позицию равного, что очень хорошо работает во второй половине или в третьей-третьей терапевтического контракта. Ну вот так вкратце, я, наверное, писал про коучинги и про когнитивно-поведенческие коучинги. Теперь переходим к системному, когнитивно-поведенческому коучингу. Это модальность, которую мы развиваем с коллегами, начиная с 2020 года. В частности, такая программная публикация у нас Дмитрия Викторовича в Пакон была в сборнике статей CBT-форума 2021 года. Также эта статья вот сейчас, перед началом курса, публикуется на сайте ассоциации. Вы можете, опять же, по ссылкам в канале посмотреть, почитать эту статью. Разрабатывая эту методологию, мы основывались на определенных целях, на определенных задачах. Мы развивали эту методологию для того, чтобы помочь психологам, психотерапевтам, людям, имеющим базовое психологическое образование или начинающим подготовку в области когнитивно-поведенческой терапии, также дополнить свой компетентностный репертуар, извините меня это выражение, еще и коучинговыми компетенциями. То есть сделать так, чтобы люди, кто уже, в общем-то, попрактиковался, возможно, уже получился, получил опыт работы психолога-консультанта, психотерапевта или закончил обучение в этом отношении, мог развить еще и это для того, чтобы расширить и возможность ведения своей частной практики и увеличить эффективность и результативность работы с разными типами клиентов и с разными типами запросов. И сам этот фокус, он повлек за собой довольно большое количество других методологических решений. В рамках системного когнитивно-поведенческого коучинга мы, во-первых, конечно же, опираемся на теорию систем и на деятельностный подход. То есть мы говорим о том, что человек не существует в вакууме и целью он своей не достигает вакуума, что он действует в социуме, если мы говорим о бизнесе, то он действует в организации, он действует в семейной системе, он существует в системе города, государства, глобальной экономики, человечества, биосферы и так далее. И само по себе это тоже, в общем, оказывает некоторое влияние на то, как мы работаем с человеком, как мы на него смотрим и как мы воспринимаем наши отношения профессиональные, коучинговые в данном случае, как мы их конспитуализируем. Во-вторых, мы убеждены в том, что коучинг, любая модальность коучингов, это не набор инструментов, это то, как сам специалист внутри своей головы представляет ту деятельность, которую он прямо сейчас занят. То есть, сессии, например, коучинга, коуча в модальности коучинга принятия ответственности, коуча, который подготовлен в когнитивно-поведенческом подходе и такого эклектичного коуча, который закончил какую-нибудь школу, не базируемую на какой-то теории личности, например, вот сессии трех таких коучей, в принципе, могут визуально не отличаться. И они могут использовать одни и те же инструменты в сессии. Означает ли это, что это один и тот же коучинг? Нет. Потому что методология коучинга, нашей модальности, системного комитивно-поведенческого коучинга, предполагает, что отличия есть на уровне того, как сам коуч ощущает, чувствует, понимает то, что он делает, свои собственные интервенции, и что происходит с клиентом в этой работе. Соответственно, мы помогаем системно, как следует из названия, четко отстроить внутри головы своей картинку, с чем конкретно я сейчас имею дело, где, в кавычках, сейчас находится клиент, что с ним происходит, и какие мои интервенции сейчас будут наиболее эффективными с точки зрения достижения клиентом своей собственной коучинговой цели, цели своих изменений, изменения своего состояния. Мы помогаем в том, чтобы научиться удерживать так называемые режимы. Мы вводим концепцию режимов специалиста, режим, ориентированный на дисфункцию, режим коррекции дисфункции, режим, ориентированный на позитивные изменения. Информация об этом также есть у нас в канале, вы можете посмотреть видео на эту тему. И, соответственно, с одной стороны, мы помогаем отстроить эту картину в голове, так как мы считаем делать это правильным для специалистов, имеющих психологическую, психотерапевтическую подготовку. С другой стороны, мы помогаем наработать конкретный перечень компетенций, который согласован с различными моделями компетенций. Мы тоже об этом отдельно рассказываем, потому что модели компетенций существуют как минимум по пальцам двух рук точно, таких распространенных в рынке и относящихся как к когнитивно-поведенческим подходам, так и другим видам. В общем, мы говорим о формировании ряда компетенций, которые согласованы с разными компетенциальными моделями. С моделью Международной Федерации Коучинга, с моделью Ассоциации Русскоязычных Коучей, с моделью компетенций психолога или психотерапевта в когнитивной терапии ориентированной на восстановление, которую институт БЭК распространяет. То есть мы даем эти компетенции не с потолка взятые. Мы здесь работаем с точки зрения компетенциального подхода, формируя их, опять же, собирая и основываясь на определенную методологическую базу, и собирая лучшее из того, что уже наработало человечество в разных подходах, в разных модальностях, сопоставляя это между собой. И обязательно интегрируем это с компетенциями когнитивно-поведенческого психотерапевта. На самом деле довольно интересно, что это помогает проще дальше расти в профессии, легче проходить супервизии, потому что они похожи к когнитивно-поведенческой терапии и в системном когнитивно-поведенческом коучинге. В общем, тут тоже довольно много интересного есть. Сам наш курс, он предполагает такую продолжительную, системную, регулярную работу. Это 128 часов. Эти 128 часов в этом году у нас инновации по сравнению с тем курсом, который мы проводили с коллегами в 2021 году. Мы решили этот набор новый. В общем, мы довольно серьезно переструктурировали, перетряхнули материал. Мы теперь делаем теорию в форме видео на платформе SDO, видео, презентации, тесты короткие для того, чтобы проверить понимание теории, которые вы изучаете в удобное вам, в комфортное время. Но у нас есть, как это принято в ассоциации в базовом курсе КПТ, точно так же у нас в базовом курсе КПКС есть так называемые ТИНы. Это занятия тренировки техник и навыков, где вы работаете в тройках над конкретными задачами, которые мы даем по ходу курса, соответственно, той теории, которую вы проходите. И есть так называемая поза, практические онлайн-занятия. Практические онлайн-занятия это практика в тройках, где вы проводите прям вот коучинговые сессии по полчаса или 45 минут, я сейчас не помню, точно не буду брать. Кроме этого, вы задаете вопросы относительно своей уже практики, относительно того, что вы получаете в опыте, и получаете ответы нас как преподавателей, мои или Елены, в зависимости от того, кто ведет занятия. Соответственно, курс весь состоит из ряда уроков. Их 16, если мне память не изменяет, я могу сейчас ошибиться в штуках. Но что точно могу сказать, да, 16 теоретических блоков. Это 10 практических онлайн-занятий и 12 тренингов, точнее занятий на развитие техник и навыков. Кроме этого, нам предстоит аттестационная супервизия, когда вы записываете полчасовой кейс, кейс, ну вот полчасовая прям сессия с клиентом от начала и до конца. И вы предоставляете аудиозапись, текстовую расшифровку. В отличие от базового курса по КПТ, нам не нужно предоставлять никакую концептуализацию, мы с вами обсуждаем ваши компетенции. То есть, по сути, вы получаете что-то вроде такой классической коучинговой супервизии по компетенциям. Это ни в коем случае не оценка, что если вы продемонстрировали слабо компетенции, вы не закончили курс, хорошо продемонстрировали, закончили, нет, это не так. Мы, безусловно, здесь используем это как инструмент для вашего дальнейшего профессионального роста, чтобы вы могли лучше принимать решения о том, на развитии каких компетенций фокусироваться после завершения нашего базового курса. Соответственно, 16 этих теоретических модулей и тинов, они делятся на 4 основных модуля. Это основы системного когнитивно-поведенческого коучинга, где мы даем базу теоретическую. Это базовые коучинговые навыки, постановка цели, создание условий для осознания, то есть, как помочь человеку получить некий инсайт, сформировать план, и так далее. То есть, как сделать так, и что коуч может сделать, за что он отвечает, какие интервенции доступны в когнитивно-поведенческом подходе для того, чтобы у человека произошло так называемый cognitive shift, чтобы произошел когнитивный сдвиг, чтобы человеку что-то, что раньше неясно было или представлялось одним образом, стало ясно, представилось другим образом, или какие-то когниции там объединились между собой, в общем, произошла вот эта, тоже можно сказать, когнитивная реструктуризация, но реструктуризация это такое более общее понятие, здесь мы можем говорить о когнитивном сдвиге. И планирование действий, формирование планов действий, подготовка, планирование поведенческих экспериментов, опять же, узнаем, чем поведенческие эксперименты в коучинге и в терапии отличаются, они похожи ли, на какие мы чаще делаем упоры и так далее. Кроме этого, мы тоже там отдельно будем говорить, например, о формировании эустресса. То, что в терапии бывает реже, в коучинге довольно частая история, это то, что часто называется мотивацией, помощь человеку в том, чтобы самостоятельно сформировать для себя такой стресс, в котором сам человек растет и меняется, формирование привычек, оно тоже проходит через эустресс, какие-то новые действия, которые человек раньше не предпринимал, они тоже проходят через эустресс. В общем, обо всем этом мы говорим. И это мы относим к базовым навыкам, потому что мы тоже знаем по своему опыту как супервизоров, мы знаем по, в общем, большому количеству обратной связи от студентов, которых мы обучали, что основные проблемы, которые существуют в достижении результатов клиентам, заключаются либо в неверном целеполагании, то есть неправильно поставлена цель на сессию или цель на контракт или сам клиент цель не понимал или понял ее недостаточно хорошо и так далее. И второе, это коуч-позиция, это мы в следующем модуле с этим работаем, и третье, это отсутствие плана действий, да, вот этот упор на план действий, он тоже в системном когнитивно-поведенческом коучинге, наверное, наследует подход к когнитивной терапии, ориентированной на восстановление. Здесь тоже, наверное, важно сказать, что поскольку сама модальность наша, да, она эволюционирует, потерпевает изменения, то здесь мы можем сейчас говорить о более глубокой связи системного когнитивно-поведенческого коучинга как раз терапии, ориентированной на потребности, которую развивает авторский коллектив АКПП. Поэтому мы будем больше, чем раньше, говорить о работе с ценностями клиента, о работе с потребностями клиента и о единой концептуализации, которая предлагается как раз в терапии, ориентированной на потребности. Соответственно, модель концептуализации АКПП. Третий наш модуль посвящен уже общекоучинговым навыкам, контрактация, структурирование сессий, коучинговое взаимодействие, всякое вербальное, невербальное, паравербальное, предоставление коучинговой обратной связи, межличностная эффективность, в общем, довольно тоже большой блок тех навыков, которые являются важными в коучингах очень разных, в том числе и не в когнитивно-поведенческих. Обо всем об этом мы, опять же, говорим с опорой на различные модели компетенции и рассказываем вам о том, как они связаны с этими моделями компетенции. То есть вы выйдете не просто научившись каким-то техникам, не просто понимая как у вас это устроено в голове, но у вас еще будет довольно хорошая собственная структура, такая собственная сетка для того, чтобы вы могли себя оценивать как специалиста и понимать, что вы хотите развивать. Это тоже такой важный момент. Мы закладываем основу для очень важной компетенции коуча. Это непрерывное саморазвитие. Непрерывное развитие и саморазвитие. Пройдя наш курс, вы будете выстраивать для себя более системно понимание, представление о себе как эффективный коучинг. И этому у нас посвящен завершающий четвертый модуль. Там мы говорим об этике коучинга. Это тоже довольно интересный и полезный. Мы сравниваем между собой кодексы крупнейших профессиональных коучинговых объединений ассоциаций. Мы говорим об нюансах, сходствах и отличиях этических кодексов коуча и психологов. Что у нас одинаково, что отличается. Мы говорим о конфиденциальности в коучинге. Там есть свои отдельные моменты. Мы говорим о конфликтах интересов. И как раз посвящаем тоже отдельное занятие возможным аспектам вашего развития. Немного тоже одно занятие мы посвящаем по одному занятию бизнес-коучингу и лайф-коучингу. Мы рассказываем как дальше можно развиваться для того, чтобы отдельно предоставлять услугу лайф-коуч в работе с частными клиентами. Или как можно развивать себя в направлении бизнес-коучинга, то есть коучинга внутри организации, коучинга связанного с некими организационными задачами. И опять же там некоторую базу в этом отношении даем. Для того, чтобы оказаться на курсе, вам нужно иметь некоторую базовую подготовку в области когнитивно-поведенческой терапии или когнитивно-поведенческого подхода. То есть мы приглашаем психологов, психотерапевтов, врачей общей практики, которые имеют по-моему на стребованиях не меньше трех семинаров базового курса КПТ. для нас важно, чтобы вы понимали когнитивную модель, чтобы вы уже возможно какие-то первые хотя бы на уровне практики получили первый личный опыт как специалиста в работе с клиентом в рамках этой модальности. То есть если вы например из психодинамического подхода или из гештальта, то вам может быть сложновато, потому что мы даем естественно эту информацию в качестве тререквизитов, то есть вы сможете посмотреть открытые видео, мы дадим вам почитать всякую литературу, но конечно уже пройденное обучение или начатое обучение, личный опыт здесь просто для вас будет преимуществом, ваше обучение будет более эффективным. Но вы в принципе сможете догнать, если это будет нужно, но повторюсь, методологически мы развиваем эту модальность в первую очередь для того, чтобы делать универсальных суперкомпетентных коучей и психологов, то есть тех людей, которые могут работать с человеком независимо от того, в каком состоянии он находится, для того, чтобы человек менялся к лучшему, как бы человек сам этого, как бы он сам это не понимал, чтобы вы не пытались лечить того, кого надо кучить и наоборот не пытались кучить того, кого надо лечить и могли делать и то и другое и чередуя в последовательное и так далее. Соответственно, довольно много мы посвящаем вопросам безопасности, тому, с какими запросами, с какими компетенциями лучше к этому человеку подходить, как переконтрактовываться, можно ли человека из контракта консультативного перевести в контракт коучинговый, можно ли человека из коучинга потом перевести в консультативный контракт. Об этом мы тоже подробно говорим и даем вам эти навыки, чтобы вы могли ими пользоваться. Наверное, это основное, что я хотел сказать о курсе. Запись на него уже давно открыта. Соответственно, вы можете обращаться к вашим менеджерам в ассоциации. Вы можете зайти на страничку, ссылки на которую у нас есть уже довольно много где в канале ассоциации когнитивно-поеденческой психотерапии со ссылкой на курс. А кроме этого, вы сейчас в оставшееся время можете позадавать мне вопросы в комментариях к последнему посту в канале. О, отличный вопрос. Антон Матвеев задает отдельно. Раскройте, пожалуйста, понятие системы в контексте системного когнитивно-поеденческого коучинга. Очень круто, потому что я тоже, когда слышу слово системный, действительно, Антон категорически с вами согласен, всегда важно понять, а что под этим имеют в виду. Под системой мы здесь понимаем целостный, ну опять сейчас из своей головы говорю, да, целостный конструкт, который обладает целым рядом уровней организации. Это элементы системы и их свойства, это связи между элементами и их свойства, это целостность системы и ее свойства, это иерархия, которая возникает между системами и их свойства и так далее. То есть мы рассматриваем систему как феномен целого, состоящего из частей, связей и с возникающими дальше последствиями из этой целостности. Мы говорим и используем термины холонов и холократии, ну не то чтобы суперактивно, но мы здесь говорим о том, что в целом наш мир и на физическом плане организации, и на уровне организации психики, и на социальном уровне состоит из большого количества вложенных системных, уровней системной организации. Если наше тело состоит из кварков, которые объединяются в элементарные частицы, которые объединяются в атомы, которые объединяются в молекулы, которые объединяются дальше в органеллы, которые в случае объединяются в клетки, которые в случае объединяются в, не знаю, допустим, ткани, потом ткани в органы, органы в организмы, организмы в ниши экосистем, возможно, виды, ну и так далее, вплоть до биосферы. То же самое можем говорить о психике, о том, что у нас есть отдельные компоненты, когнитивные, поведенческие, эмоциональные или эффективные, да, и мотивационные, они между собой соединяются в протосхемы, протосхемы объединяются в схемы, дальше мы следуем генеративные модели БЭКа, и каждый раз, говоря об этом объединении, мы говорим о том, что из частей возникает целое, и это целое мы рассматриваем в нескольких системных уровнях, в системных контекстах, да, элементы их свойства, связи их свойства, целостности ее свойства, иерархии ее свойства и так далее. Вот, я надеюсь, что ответил на вопрос. Мы в основах уделяем этому внимание, то есть мы говорим об этом, на какие подходы в контексте теории системы опираемся. В целом, я не могу сказать, что мы этому уделяем много внимания, да, потому что все-таки курс посвящен не столько системному мышлению, системному подходу, сколько коучингу. Но мы даем этот фундамент и обязательно даем литературу для дальнейшего изучения, для тех, кто хочет углубиться в это более подробно. Тоже, наверное, важно сказать о том, что действительно мы, говоря о системном когнитивно-поведенческом коучинге, здесь опираемся на довольно широкое научное наследие, как наше, национальное, да, начиная с работ по физиологии, я не знаю, насколько они вам уже набили оскомину, но тем не менее, там, Бехтерева, да, Павлова, Сеченова, продолжая уже советскими нейрофизиологами, физиологами, психологами, психиатрами, там, тех же Выгодского, Лурии, Леонтьева и многих-многих других. И, кроме этого, мы опираемся и на наследие международное, на наилучшие данные, которые мы имеем, исходя из глобальных исследований, в том числе и современных мета-анализов. И везде мы даем ссылки на соответствующие статьи, публикации, литературу для дальнейшего изучения. Поэтому это тоже, наверное, такой важный момент, что этот курс еще может послужить для Вас хорошей такой отправной точкой для дальнейшего углубления своих навыков, для тех, кто любит этим заниматься. А если у Вас тоже, вот как и у меня дома, есть полочка с книжками по когнитивно-поведенческой терапии, то Вам точно понравится. Есть ли еще вопросы, друзья мои? Антон, спасибо. Надеюсь, что я ответил про систему. Так, пока вопроса не вижу, но Вы еще дописываете, у нас еще есть минут пять. Что еще тогда хочу сказать? Во-первых, подписывайтесь в чат секции коучинг-ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Там мы публикуем отдельные анонсы мероприятий, эфиров, интервизий межмодальных и других событий, вебинаров и так далее, которые мы проводим в рамках чисто коучинговой нашей секции. Этой информацией может не быть в общем телеграм-канале АКПП. Кроме этого, посмотрите страничку секции коучинга, ссылка на нее есть у нас в закрепленных в чате секции. Кроме этого, я думаю, что мы это положим как ссылку после эфира на страничку секции коучинга. Если Вам интересно влиться в наши стройные ряды, пожалуйста, Вы можете спокойно, свободно подать заявку. Если Вам интересен этот курс и Вы хотели бы узнать еще что-то дополнительное, Вы можете писать мне напрямую в Телеграме. Сейчас, наверное, на эфире можно нажать где-то на меня и посмотреть, увидеть мой профиль, написать мне лично. Вы можете обратиться к Вашему менеджеру Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии или просто оставить заявку на сайте базового курса системного когнитивно-поведенческого коучинга. С Вами свяжутся и Вам помогут. Кроме этого, мы еще будем проводить отдельный вебинар с Еленой Вадимовной уже вдвоем в Зуме. И мы там будем отвечать на вопросы именно по курсу. Понятно, что вопросы по курсу тоже могут быть как-то связаны и с вопросами по самой модальности системного когнитивно-поведенческого коучинга. То есть мы не будем это отсекать. Но мы уже его проведем отдельно для тех, кому вроде как хочется, но вот не приняли до конца решение. Нужно узнать какие-то подробности, возможно, относительно программы, относительно методологии, относительно дальнейших каких-то вариантов развития и так далее. Пожалуйста, имейте в виду, что у нас, по-моему, 26 февраля, если я не путаю, я могу сейчас срать, но у нас еще будет еще дополнительный, да, уже не эфир, а вебинар. Ждем, приходите, будет приятно уже пообщаться вживую, а не только с вопросами в Телеграме. Я вот вижу, что кто-то печатает, я вот сейчас дождусь, пока нам допечатают вопрос, отвечу на него, и тогда мы на этом будем завершать. Потому что из моих, из моего содержания, мне кажется, я сказал все, что планировал на сего. Процесс идет. Может быть, кто-то, если хочет, можем предложить с голосом задать вопрос, например. Вдруг у кого-то есть желание. Так, пока нет, вопрос нам не допечатали, тогда предлагаю, осталось у нас 15 самых таких стойких людей. Огромная вам благодарность всем тем, кто был на эфире на протяжении всего этого часа, всем тем, кто заходил посмотреть кусочками. Запись этого эфира мы, скорее всего, выложим тоже на канал ассоциации. Еще будем писать в каналах АКПП, в секции коучинга о предстоящем наборе. Спасибо вам за то, что были здесь. Значит, вам что-то в этом было интересно. Пожалуйста, не пропадайте, выходите на связь, пишите нам, задавайте вопросы. Мы с удовольствием будем на них отвечать и с удовольствием встретимся с вами на курсе лично и прокачаем ваши компетенции, поможем вам решать большее количество задач ваших клиентов, развивать практику, больше зарабатывать и так далее. Спасибо. Тогда завершаем на сегодня. Отличного вам вечера. И до встречи в каналах Ассоциации Компетентной и Поединческой Психотерапии. Все, на этом заканчиваю эфир. Друзья мои, до встречи.